Трахеобронхоскопия, как лечебно-диагностический метод, зародилась в конце XIX века, когда доктор Киллиан впервые в мире удалил инородное тело бронха через трахеустому, используя ретроскоп. Сейчас такой метод трахеоскопии называется нижней трахеоскопией. В начале XX века доктор Джексон впервые удалил опухоль бронха. В последующем шло совершенствование эндоскопической аппаратуры, методики её применения, но, тем не менее, все исследования выполнялись под местной анестезией и были достаточно тяжелы для пациентов. Революция в бронхоскопии, а тогда бронхоскопия была исключительно ригидной, Революция состоялась в середине 50-х годов XX века, когда почти одновременно доктор Фридель в Восточной Германии и инженер Карл Шторц в Западной Германии изобрели дыхательные бронхоскопы. Используя эти бронхоскопы, можно было выполнять исследования под общей анестезией, что было намного комфортнее как для пациентов, так и для врачей. В 60-е годы, если не ошибаюсь, в 1968 году японские инженеры разработали фибробронхоскоп, который позволял делать практически то же самое под местной анестезией с минимальным дискомфортом для пациента. И казалось, что ригидная бронхоскопия умерла. Но, как позже выяснилось, это только казалось, потому что многие вещи с помощью фибробронхоскопа невозможно сделать. Нельзя удалить крупные или заклиненные инородные тела. Нельзя выполнить некоторые методы лечения больных с опухолями и рубцовыми стенозами трахеи. Нельзя получить биопсию глубоких слоёв стенки бронха. Всё это возможно только с использованием ригидного бронхоскопа. И даже в тех случаях, когда само вмешательство выполняется с помощью фиброволоконной оптики, во многих случаях, далеко не всегда, но во многих случаях лучшим доступом к просвету трахеобронхиального дерева является именно ригидный бронхоскоп, позволяющий в случае возникновения каких-то осложнений очень быстро их купировать и провести весь комплекс лечебных мероприятий, не теряя время на ввод пациента в состояние общей анестезии, на интубацию и так далее. На данный момент из ригидных бронхоскопов, предлагающихся на рынке Российской Федерации, является на модуле бронхоскоп фирмы Карл Шторц. Из двух модификаций, предлагаемых этой фирмой, я лично отдаю предпочтение бронхоскопам с максимальным освещением, как обеспечивающим большую безопасность исследования в случае кровотечения. Основные преимущества бронхоскопов этой фирмы в том, на модуле, что предлагаются полная линейка тубусов от самых маленьких детских до самых больших взрослых с шагом в один миллиметр. Это не только позволяет подобрать правильно тубус для данного конкретного пациента, в зависимости от того, какие манипуляции ему предполагается выполнить, но и при проведении бужирования рубцового стеноза практически полночью исключает опасность разрыва трахеи. Перспектива ригидной бронхоскопии, на мой взгляд, исключительно в том, что всё новые, более современные методики, придумываемые для использования через гибкую оптику, не могут вытеснить ригидный бронхоскоп из клинической практики. Они не обеспечивают тех манипуляций, того уровня безопасности, который даёт ригидная бронхоскопия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова